Объекты, которые нужны людям. Речь о социальной инфраструктуре. За пример берем 7-й микрорайон Бобруйска. Новый, развивающийся одним словом, молодежный. Поэтому условия жизни соответствующие, с которыми знакомятся участники выездного заседания, постоянной комиссии, палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике и строительству. Сначала детально о том, что сделано и о будущем. Информационные стенды в помощь. Здесь больше цифр, но лучше один раз увидеть. 35-я средняя школа. Храм знаний и жемчужина молодежного микрорайона. Каждая деталь отечественная исходили из простого. Для чего покупать импортное, когда сами все можем делать. Как итог, построили качественно, еще и сэкономили. На выходе получили ультрасовременный образовательный комплекс. Четырехэтажный. Учебные кабинеты, лаборатории, столовая, витамины, бар, бассейн, тир, лыжная база. Создана безбарьерная среда. К вашим услугам лифт и пандус. Мы не должны забывать, что государство, как я уже сказал, тратит огромные средства на возведение этих объектов. И мы сегодня изучали практику применения на Бобруйске. Как можно удешевить эти объекты, чтобы государство все-таки имело определенную экономику. Но в то же время не потерять в качестве, не потерять в эффективности этих объектов. Следующий в программе – 84-й детский сад. Еще один важный социальный объект. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь более 2000 квадратных метров. Всего 13 групп. Каждая по телевизору – мебель бобруйского производства «Фандок». Установлены кондиционеры. Сделать работу строителей более простой и прозрачной. Затрагивают и эту тему. В качестве места переговоров Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Да, есть проблемные моменты. Изготовление проекта, сметные документации, сроки отводов земельных участков. Но решения уже найдены. Теперь, что касается объемов возведения жилья в целом по стране. Здесь запланирован поэтапный рост до 4,5 миллионов квадратных метров. Срок – конец пятилетки. Параллельно с этим будут увеличиваться постепенно объемы строительства жилья с государственной поддержкой. Отдельную роль и особое внимание министерство уделяет строительству арендного жилья. Запланирован также рост. И мы хотим выйти на показатель не менее 250 тысяч квадратных метров строительства жилья такого в год. И электрожилье. Хотим, чтобы к концу пятилетки не менее трети от всего вводимого жилья строилось как раз с использованием электроэнергии для целей пищеприготовления, отопления. Выездное заседание – продуктивный метод работы соглашаются все участники. Это полезная практика. Правленцы – частые гости в регионах. Ведь это возможность без посредников. Услышать проблемные вопросы и на месте найти решение. Строительство – сфера интересов и государства, и людей. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.